Тренировка на рельеф Хороший рельеф мышц очень привлекает взгляды людей, однако добиться хорошей и четкой прорисовки всех мышц удается не каждому, потому что это достаточно длительный и сложный процесс. Для того, чтобы добиться хорошего результата в тренировке на рельеф, необходимо знать основные принципы построения тренировочного процесса и правильного рациона питания. Одних упражнений будет недостаточно. Процесс тренировки на рельеф называется сушкой, и для каждого она строится по-разному, в зависимости от физиологии спортсмена, его особенностей, уровня его метаболизма и обмена веществ. Не стоит начинать тренироваться на рельеф, если у вас недостаточно опыта, и вы только недавно начали тягать железо. Также не стоит спешить сушиться, если у вас и так не сильно много сырой мышечной массы, так как во время работы на рельеф спортсмен не только теряет подкожный жир, но и часть своей мышечной массы. Тренировки на рельеф придают форму тем мышцам, которые у вас уже есть. Во время выполнения упражнений мышцы расти не будут. Итак, вы решили тренироваться на рельеф, а начинать любую тренировку нужно с составления программы занятий. Занятия тренировок на рельеф должны включать в себя следующие элементы. Аэробная нагрузка. Силовая нагрузка. Аэробная нагрузка это бег, быстрая ходьба, велотренажер, плавание и так далее. Для максимальной отдачи от аэробного тренинга нужно соблюдать ряд рекомендаций. Аэробные нагрузки нужно проводить не реже трех раз в неделю. Самое лучшее время для аэробных нагрузок это утро. Это связано с высоким уровнем метаболизма в утренние часы, что будет способствовать более мощному жиросжигающему эффекту. Длительность аэробной тренировки должно быть в пределах 60 минут. Это оптимальное время, но не менее 30 минут. Действует правило, чем дольше тренируетесь, тем больше сжигаете жира. Однако, не стоит переусердствовать. Не принимайте еду за 2 часа до и после аэробной нагрузки. Для того, чтобы максимально сохранить мышцы, примите 0,5 пропорции протеина за 1 час до и после тренировки. Также можно непосредственно перед тренировкой и сразу после принять порцию BCAA, либо комплекс аминокислот. Для получения рельефа мышц необходимо держать пульс во время тренировки в пределах 120 ударов в минуту. Наращивайте интенсивность тренировки постепенно. Не стоит сразу резко нагружать неподготовленный организм. Также можно попробовать тренироваться в волнообразном режиме. Каждые 10 минут поднимать и снижать интенсивность аэробной нагрузки. Тренировка на рельеф обязана включать в себя оптимальное сочетание аэробной и силовой нагрузки. Допустимо выполнять от 3 до 5 аэробных тренировок в неделю. Вместе с 1-2 силовыми тренировками. Силовые аэробные тренировки старайтесь проводить в разные дни. Диета в данном случае играет ключевую роль в тренировке мышц. Следуйте приведенным рекомендациям для достижения максимального жиросжигающего эффекта. Нужно будет исключить все быстрые углеводы и снизить потребление общих углеводов на 10-20%. Потребляйте не менее 250 грамм белка за сутки. Употребляйте небольшое количество рыбьего жира, либо растительного масла. А также исключить насыщенные жиры из вашего рациона. Пейте не менее 2 литров воды за сутки. Все элементарно и просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok